С последнего сильного снегопада, обрушившегося на Подмосковье на этой неделе, прошло уже два дня, но уборка снега все еще продолжается. В некоторых дворах по-прежнему, как говорится, не пройти, не проехать. Это территория возле дома 74 по проспекту Ленинского комсомола. Сюда, как можно увидеть, коммунальщики до сих пор не добрались. Единственное, над тротуаром точно поработали дворники. А это Жуковский проезд. Техника уже работает, расчищена от снега и наледи большая часть дорожного полотна, но территория у дома и детские площадки по-прежнему не убраны. Так в какие сроки коммунальщики должны ликвидировать последствия непогоды? Уборка территории после окончания снегопада должна быть завершена в течение суток. Допускается складирование снега, временное складирование снега на зеленых насаждениях без реагентов, песка, временное складирование до суток. После чего должно быть все вывезено на специально отведенные снегосвалки. В первую очередь приводят в порядок так называемые социально значимые объекты. Остановки, пешеходные тротуары, автомобильные дороги, территории образовательных и лечебных учреждений, детские площадки. Сотрудники Госадмотехнадзора в ходе рейдов выявляют территории, не убранные от снега и наледи. В случае невыполнения работы по уборке территории, соответственно, организация обслуживающая вызывает в территориальный отдел, где уже составляется протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена штрафом от 15 тысяч рублей. Если в вашем дворе по-прежнему не убран снег, сообщите об этом через портал Добродел. Приложите несколько фотографий. Срок отработки обращений категории снег составляет 24 часа, то есть в течение суток. Все работы должны быть выполнены.